Вместо врачей в белых халатах сегодня пациентов Республиканского детского онкоцентра лечила белая кошка. Подробнее о необычном методе в репортаже Ольги Пырычкиной. Те же аплодисменты и неподдельные детские эмоции, только вместо театральной сцены больничный коридор. В Чубаксарах продолжается особенный фестиваль для особенных зрителей. В детский Республиканский онкологический диспансер Чувашский театр кукол привез спектакль «Белая кошка». Вот так, наблюдая за приключениями, принцы, заколдованные принцессы, дети получили дозу важного, действенного и абсолютно бесплатного лекарства под названием «Хорошее настроение». Лечение наших детей в нашем отделении занимает длительный промежуток времени и от настроя, ну, главное, положительный настрой, да и результат. Поэтому мы вам, в принципе, благодарны, потому что, я думаю, дальше все будет у нас все только в положительных эмоциях. Мне очень понравилась эта сказка, потому что киска красивая. А ты раньше была вот на таких спектаклях? Нет, я первый раз вижу такое. И первый раз в кукольном театре мне очень понравилось все. Артисты театра отмечают этот спектакль, выбрали не случайно. Этот спектакль, он компактный. С этим спектаклем он легко собирается. Во-первых, куклы маленькие, они буквально маленькую коробочку все помещаются. И мы ездили вначале, потому что не по больницам, а бывали на квартирах. Вот, где детки не могут выехать в театр. И учитывается тематика, потому что детки-то особенные, хотя они чувствуют гораздо лучше. Они воспринимают, у них восприятие другое, они больше воспринимают все это близко к сердцу. И тематика, конечно, тут, чтобы спектакль был такой уютный, домашний, чтобы добро всегда побеждало, чтобы принц, принцесса, чтобы было все красиво. Но, пожалуй, для тех, кто борется с болезнью, самое главное, что у сказки счастливый конец. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.